Проблемы с отоплением могут продолжиться в городе Степногорске в Ахмолинской области. Оборудование, на котором работает ТЭЦ, давно устарело и требует срочной замены, рассказали специалисты. Как собираются решать вопрос местной власти, выясняла Аслана Буталипов. Степногорская ТЭЦ была введена в эксплуатацию еще в середине прошлого столетия. Она обеспечивает теплом и горячей водой 45-тысячное население города. Именно здесь 25 и 26 марта один за другим аварийно вышли из строя два котла-агрегата, что сразу же вызвало похолодание в квартирах горожан. По их словам, каждый раз перебои подачи тепла объясняют авариями на теплоэлектростанции. Ну нормально, но все равно есть ощущение, что температура спала. Например, у моей мамы, у нее первый этаж, трехкомнатная квартира, и живут там двое человек, и там очень-очень холодно. Очень холодно. И обращались, и все, ну как, внимания никакого нет. Постоянно пишут, что одна авария, то вторая. Постоянно аварии на ТЭЦ. Постоянно дома прохладно. У нас каждую неделю ТЭЦ холодная вода, и реально дома очень холодно. Родители в четвертом живут, они у меня с обогревателем дома сидят. Лишь после аварийной остановки сразу двух котла-агрегатов ТЭЦ признали проблему. Оборудование устарело, необходим ее ремонт и замена, что требует огромных средств. На данный момент у нас все устранено. В работе у нас находятся четыре котла плюс водогрейные и четыре турбины. У нас заключен договор. До 2025 года мы должны ввести в работу первый котел, ну полностью поменять котел, турбину и турбоагрегат. Получается у нас около 14 миллиардов вот на это все менять, потому что энергетическое оборудование очень дорогостоящее. На теплоснабжение влияет и отдаленность ТЭЦ от города больше 20 километров. Трубопроводы здесь также устаревшие, местами слабо изолированы, и потеря тепла в них временами довольно ощутимая. Изношены и 80% городских тепловых сетей, что сказывается на температуре воздуха в жилищах степногорцев. Для реконструкции тепловых сетей ТЭЦ город, это порядка 28 километров в одну нитку, это получается где-то порядка 100 километров, планируются необходимые средства в размере 27 миллиардов тенге. Ну и соответственно в городе мы планируем за счет уже привлечения бюджетных инвестиций, планируем провести капитальный ремонт внутриквартальных сетей. Для реагирования на обращение к горожан была создана мониторинговая группа, которая выезжает и производит замеры температуры тепла. По их словам, холод в квартирах бывает из-за неисправности тепловых узлов в самих домах. Проблема не только на ТЭЦ, здесь нужно комплексно рассматривать. Бывает, что тайки забитые, физический износ дома в целом, также квартиры хозяев, владельцы, что бывает заводской брак, радиаторы, не все греют. Энергетики и местные власти заверяют, что не допустят сбоев теплоснабжения 450 жилых домов и более 100 других объектов. Они намерены с началом завершения отопительного сезона приступить к ремонтным работам. Но гарантирует ли это бесперебойную подачу тепла в следующую зиму, никто сказать не может. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24.